Свой сотый день рождения накануне отпраздновал ветеран труда Иван Лавриненко. Больше полувека долгожитель посвятил токарному мастерству. Примечательно, что юбиляру удалось перевить любовь к этой профессии не только детям, но и внукам, и даже внучкам. Каждый из них пошел по стопам дедушки. Одними из первых юбиляра поздравила наша съемочная группа. Ивану Александру вечера нам пришлось повзрослеть. Из-за болезни мамы легла забота о пятерых младших братьях и сестрах. Работал трактористом, помощником шофера, затем получил профессию всей жизни токаря. А в 26 лет в июне 41-го повестка на фронт. В годы войны Иван Лавриненко прокладывал новые маршруты железных дорог под Магнитогорском, Свердловском, на Урале, затем Сакмолинска на Павлодар. А после войны в Алтайском крае Ташкенте семей Челябинске. Все это время с юбиляром рука об руку тяготы жизни делила супруга Валентина. Нежность чувств они передали детям. Мама вот уже и болела, инсульт перенесла, а отец, так сказать, за ней ухаживал, раскладывал там лекарства, они жили вдвоем. Вот. И всегда, когда они друг на друга смотрели, в глазах была любовь. Поэтому вот я верю в эту любовь, потому что и у самого, сам как-то счастлив в браке. И это, наверное, тоже наследие родителей. У активного рационализатора Ивана Лавриненко золотые руки. В работе у станка ему не было равных. Он вытачивал детали любой сложности и конфигурации. Наш отец всегда был примером для нас. Он хорошо трудился, задавал как бы тон для нас. То есть мы все так же старались работать. А воспитывая детей, Иван Александрович считал, что в жизни у них должна быть надежная профессия. А потом уже можно искать дело для души. Профессию токарь получили все Лавриненко. Спасибо казахскому народу. В 1931 году я приехал в Казахстан на станцию Жаннистобе. С этих дней, годов я встал в Казахстан, в Казахстане Жаннистобе. Семью вырастил, всех вырастил. Все получили образование. Ну и теперь внуков надо расти. Сейчас старшему внуку 51 год. Владимир отмечает, дед всегда находил время для них. Это и детские первые грабельки, и первый молоток, первый забитый гвоздь. Это все под руководством деда. И он и сам рабочий человек по жизни. И меня научил работать и головой, и руками. Большое ему за это спасибо. Он очень добрый, серьезный. Он всех очень сильно любит и всегда желает нам счастья. В Казахстане 59 приветствует своего почетного ветерана. Ура! Рецепт долголетия Ивана Александровича прост. Здоровый образ жизни без вредных привычек. А еще огромная безграничная любовь к жизни и людям. Юлия Землянова, Серик Унырбаев и Боуржан Сыздыков, Астана.